Добрый день дорогие братья и сестры! Всех вас вседушевно и всехвально хотел бы поздравить с праздником Сретения Господня, который празднуется 15 февраля. Этот праздник, который носит и историческое значение, и евангельское событие, воспоминаемое важно и для нас, современных людей. Важно, потому что воспоминается особая встреча, потому что Сретение в переводе значит встреча, встреча Бога и человека. В Евангелии мы читаем о том, что жил такой человек, Симеон, жил уже несколько столетий, и он ожидал особого явления Божия. Будучи в свое время переводчиком священного текста, одного из 72 переводчиков он был назначен на греческий язык. Мы знаем этот текст как Септуагинта. Он переводил псалом, в котором говорилось, что Дева зачнет в очреве от Духа Святаго. Подумав, что там было неправильно написано, хотел написать слово жену, женщину. Но ему явился ангел и сказал, что ты не умрешь, пока это не увидишь. И вот в 40-й день приносят младенца Иисуса в храм посвятить Богу, как положено по закону иудейскому. И его встречает Симеон. Ему идет особое откровение, что это тот, о котором он читал. Это тот, о котором он ожиданий жил. Это тот, который даст славу Израиля посреди всех народов. И вот он приходит. Он встречает не только Бога младенца, но, конечно, и Богородицу с Иосифом, который принесли им младенца. И пророчествует о том, что этот на восстание и падение многих. Этот младенец – слава Израиля среди народов. И многие при этом будут смущение иметь из-за него. В то же время самой Богородице он говорит о том, что и ей сердце пройдет оружие. Какое же оружие проходит сердце Богородицы? Конечно, это переживание за своего сына. Конечно, это вид его страданий на кресте. Это особое состояние матери, которое претерпевает Богородица в будущем. И в то же время открываются сердца многих людей. Многих, которые пошли за Господом, многих, которые гнали Его. Этот праздник нам, современным людям, напоминает о той встрече, которую фактически душа каждого человека ожидает. Встреча с Богом. Но не просто встречи душою, а и в телесном состоянии Симеон встречает Господа. В храме, когда мы причащаемся, мы на телесном уровне тоже встречаем Господа. Этот праздник также является днем прославления и Божьей Матери. В голубом облачении служится в храмах богослужение. Потому что она, как пишет Священное Писание, все на скрижале сердце складывала. Она рассказала апостолам об этих событиях, которые они не видели, но которым она была свидетельницей. Она видела откровения от Симеона и также Анны Пророчицы, которая присутствовала в этом храме. Мы знаем молитву «Ныне отпущайшая раба твоего владыка». Эту молитву произносит Симеон. Он говорит о том, что он увидел все это. Он еще раз свидетельствует, что откровение Божие исполнилось. Симеон прожил 360 лет и умер после этой встречи. Потому что все, что он хотел увидеть, все, что он хотел познать, ему Богом было открыто. Для нас Сретение – праздник, который часто люди по незнанию говорят «встреча зимы и весны». Нет, для нас это встреча человека и Бога. Также в этот день празднуется День православной молодежи. С 1953 года, когда в Париже был установлен этот праздник, общественная православная организация «Синдесмос», которая на сегодняшний день объединяет православную молодежь из более чем 40 стран мира. 126 организаций входит в нее. С 1992 года в нашей стране возрождается этот праздник. Это напоминание, что наша молодежь живет тоже Духом Святым, тоже стремится к Богу и тоже с Ним встречается. Это напоминание нам, что этот праздник нужно торжественно и радостно праздновать, если ты действительно стремишься к Богу. Мы молимся совместно и просим у Бога, чтобы нам, нашим детям, нашей молодежи Господь дал укрепление и помощь Божию. Аминь. 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 Продолжение следует...